Прямая линия с Радиславом Гондопасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, всем привет. Это Прямая линия с Радиславом Гондопасом. Меня зовут Михаил Кокин. Если вы не забыли, напротив меня Радислав Гондопас. Мы начинаем спустя некоторый промежуток времени. Мы отдыхали, работали, потом снова отдыхали, потом снова работали. И кто отдыхал, я не знаю. Я работал всегда. И даже в Новый год. В Новый год, в сам Новый год, естественно, не работал. Новый год посвящен семье, близким. Это детский праздник. Поэтому дети главные участники и главные действующие лица Нового года. Их у меня четверо, это не секрет. Я об этом говорю при каждой возможности. Люблю их очень. И представляете, Новый год, которого мы так ждали, за полчаса до Нового года у детей кончился керосин. Пойдемте спать, говорят дети. А у меня младшему три года, три, четыре, семь, ну и пятнадцать. И младшие такие, все, спать, спать, спать. Как спать? Новый год за полчаса до полуночи. Но ничего, нам удалось их все-таки чем-то увлечь. И они эти полчаса дотянули. Потом салют, Новый год. Ну и потом в кровать. Мы хорошо провели Новый год. Мы с женой, правда, продолжили некоторое время. Уже в таком, в тихом варианте. В общем, здорово. Мы провели здорово новогоднюю ночь, Новый год. Конечно же, я не работал. Но уже 1 января я что-то читал, что-то связанное с работой. Для меня работа – это не что-то, от чего нужно отдыхать. Ой, слава богу, кончилась работа. Я, скорее, наоборот, одна из тех работ, о которых думаешь, о, ура, наконец-то работа. Поэтому в каком-то лайт-режиме я все равно что-то связанное с работой делаю. Я что-то почитал. Не только художественное, что-то деловое, что-то развивающее. И первый вопрос как раз связан с этим. Его задает нам Иван Сафронов из Курска. Радислав, как провести отпуск с пользой? Просто валяться на пляже – польза сомнительная. Ну, смотря для кого. В зависимости от того, каков характер вашей деятельности. Бывает, что поваляться на пляже – это лучшее, что вы можете сделать для своей работы. Почему? Мозг наш мы не можем усилием воли взять и отключить. Большинство предпринимателей со мной согласятся – лучшие идеи по бизнесу привозишь из отпуска. Почему? Так наш мозг устроен, что мы не можем заниматься тактическими задачами, оперативкой и стратегическими одновременно. Разные участки королевого мозга, они как старинная игрушка, когда два медведя по наковальне бьют молотками. Либо одно, либо другое. Ну, равно как и человек не может одновременно испытывать эмоции высокого уровня и решать логические задачи. Одновременно не может, не способен. Человек в спешке не может качественно собрать чемодан, например. Так мы устроены. И поэтому, когда мы в повседневной офисной рутине думаем о перспективах развития нашего бизнеса, мы ничего умного придумать не можем. Нам нужно для этого выгрузить из мозга оперативку. И вот человек ложится на пляж, там солнце, море, песочек, оперативки думать невозможно. И через время его начинают накрывать идеи. А не выйти ли нам в регион такой-то? А не купить ли нам франшизу такую-то? А что будет? Бац! И приходят какие-то эмоции. Приходят эмоции, приходят идеи. Иногда подлежать на пляже – это лучшее. Однако, если ваша работа связана с принципиально противоположной деятельностью, когда вы много мечетесь, много двигаетесь, много контактов, то надо лежать на пляже. Если работа ваша наоборот, однообразна, рутинна, повторяющаяся операция изо дня в день, то не на пляж. На велосипед, в горы, в открытый джип и на сафари. Ну, в общем, какие-то… Ну, сафари, кому это доступно. Ну, не знаю, охота, рыбалка, что-нибудь, где есть смена картинки, смена происходящего. Ну, мы знаем, что отдых – это всегда смена деятельности, но принципиально противоположная. Я же не знаю, в чем ваша работа. Если на пляже не ваш вариант валяться, ищите то, что вариант. Лезьте на скалы, осваивайте новые навыки, учитесь, путешествуйте, познавайте, езжайте в музеи, роскошные музеи везде по миру, картинные галереи. Учитесь, возьмите курс иностранного языка в стране, где этот язык используется, погружайтесь в него полностью. На этом языке общайтесь, дружите, выпивайте с вашими однокурсниками в этой школе, где вы будете изучать этот язык. Это тоже такая часть программы. Я в Лондоне, изучая английский язык, я понял, что такое погружение. Это когда вы приходите утром, завтракаете с теми, с кем вы учитесь, с ними же общаетесь, с ними же берете уроки, с ними же обедаете, с ними же послеобеденные лекции слушаете, с ними же идете потом ужинать, а после ужина идете еще какой-нибудь паб, сидите там до ночи в общении, танцуете, может быть, где-то даже. Ну, почему нет? Давайте тогда привезите из отпуска не только отдых, но и новые контакты, и новый навык. Прекрасная идея, мне кажется. Да, Новый год наступил, мы об этом говорим только сейчас. И вопрос, который задает вам Сергей Дегтярев из Смоленска, такой, он спрашивает, ставите ли вы цели в начале каждого года, и если да, то сколько, и как их записываете? И если можете поделиться, то расскажите, как вы разделяете цели по сферам жизни? Может, расскажете еще какие-то цели, несколько реальных целей расскажете, которые поставили себе на этот 2018 год? То есть, многие ставят себе 100 целей на год, 50 целей на год и так далее. Это поразительно, ведь мы же, я же не знаю вопросов, которые вы зададите в каждом подкасте. У нас нет такой практики согласовывать эти вопросы. Я сам их узнал буквально несколько часов назад. И прямо сейчас, в кустах, передо мной лежит книга, которая вышла прямо горячая, только что вышла в издательстве АСТ. Называется она, ну то есть, на момент подкаста. Кроме того, я тоже о ней не знал, вижу ее впервые сейчас. Вот сейчас я ее подпишу и подарю. Клига называется «Полная же жизнь как бизнес-проект». Что характерно, три дня назад я получил отчет о продажах за первый период. За два месяца пять тысяч экземпляров. И сегодня ее практически много. Много это или хорошо? Это за год не каждая книга, я сейчас не о деловой литературе, не о пелевине говорю, не о горячих пирожках, а о книгах по саморазвитию. Пять тысяч экземпляров, не всякая книга за год продается столько. Это считается очень неплохо, очень неплохой проект. За два месяца, то есть, только вышедшая книга, причем она вышла в конце ноября, перед Новым годом. Это считается вообще мертвый сезон, это бесполезняк выпускать книгу в этот период. Она не будет замечена. Но тем не менее, за два месяца пять тысяч экземпляров. И она исчезла отовсюду. Сейчас срочно напечатают три тысячи экземпляров, чтобы она хотя бы появилась в торговых сетях. Интерес к теме огромный. Ну и книга, прямо скажем, удалась. Я читаю с удовольствием, очень много получил хороших отзывов. Так вот, это не реклама книги, а ответ на вопрос Сергея. О целях. Шесть сфер в этой книге прямо на обложке не есть. Благосостояние, здоровье, хобби. Работа, любовь и дружба. Ну, любовь не только эротическая, да, часть. Это любовь, отношения. Семья, родители, дети. В общем, все, что связано с отношением в области любви. Дружба отдельно. Товарищи, коллеги, партнеры. Отдельно стоят работа, цели, связанные с карьерой, ну и цели, связанные с хобби, увлечениями, спортом, музыкой. Попробовать что-то новое. Попробовать что-то новое и так далее. Благосостояние, финансовые цели. Что в этом году вы планируете в сфере финансов расплатиться с какими-то кредитами. Например, в течение этого года досрочно продастить кредит по ипотеке, например. Вот такой у кого-то может быть. Или заработать в 10 раз больше, чем в прошлом году. Ну, в 10 раз больше не так много сфер, где это возможно. И поэтому, если вы такую цель ставите, вы должны понимать, что это действительно возможно. Вы знаете, как. Да, бессмысленно ставить цель, если вы не знаете пути ее достижения. А то, кроме за счет, ничего не будет. Попросите, или наоборот, заработать стартовый капитал для начала собственного бизнес-проекта. Или заработать денег, чтобы было достаточно для того, чтобы запросить ипотеку и приобрести квартиру. Но квартира, будем прямо говорить, это не только место проживания, это еще и некий капитал. Все-таки она остается. И как источник дохода вы можете сдавать квартиру, можете перепродать ее, когда рынок пойдет в рост. Или удачно вложиться куда-нибудь, например, купить портфель криптовалютный. Например, да. И, конечно, здоровье. Сфера здоровья. Я понимаю, что для людей молодых, крепких, здоровых, не чувствующих никаких проблем, немощей, странно ставить цели по здоровью. Но в эту область попадают и связанные с хобби активности. Например, связанные со спортом. Спорт, фитнес, йога позволяют вам поддерживать хорошую физическую форму. Это влияет на здоровье. Но это часть хобби. Потому что, когда вы валяетесь в больнице, вряд ли это доставляет удовольствие. Иногда это нужно сделать, чтобы пройти обследование, что-нибудь поправить в организме. А когда вы с палками шагаете по лесу в скандинавской ходьбой, когда вы отправляетесь на велосипедах. На трекинг в Гималайю. На трекинг. Вы поправляете здоровье, но вы весело и увлеченно проводите время. Так вот, я ставлю цели по всем шести сферам. Есть очень четкая цель в сфере благосостояния. Есть четкие цели по здоровью. И январь у меня был посвящен реализации вот этой первой здоровья. В январе затишнее на нашем рынке. Не так много тренингов. И я воспользовался этим, когда приехал после новогоднего отпуска. И мы с женой вместе взяли и сделали несколько действий, несколько активностей в сфере здоровья. Очень рады. Мы это время посвятили. Это было частью плана. Отлично. Значит, есть в сфере карьеры, есть цель, есть план. Есть пути реализации. Все это расписано на год. У меня горизонт планирования. Рабочий теперь год. У меня уже в ноябре нет свободных дат. Все тренинги. Тренингами занят весь ноябрь. Уже сейчас, в феврале, когда мы записываем этот подкаст. Поэтому я вынужден работу планировать на год. Это для меня вообще не горизонт. То есть, год – это не мой горизонт планирования в работе. Этот год, он за меня расписан еще в прошлом году. Поэтому мне нужно в работе цели ставить на три года. Потому что иначе я буду действовать не в соответствии со своим планом, а в соответствии с тем, что мне предложит рынок. Поэтому мои цели – через три года. А план на этот год. Это составная часть этих целей. Но есть кое-что отличное. У меня есть, ну не то чтобы цели по дружбе. Цели по дружбе понятны. Поддерживать отношения с друзьями регулярно, с теми, кто мне нравится, расширять сферу контактов, впускать в жизнь новых друзей, в соответствии с новым образом жизни, новыми карьерными возможностями и так далее. И это происходит. Ну и, конечно, любовь, семья, родители, дети. Здесь есть цель, конечно, не три года и не пять. Эти цели далеко выходят за пределы таких коротких временных промежутков. А на этот год есть план. И все это связано с временем. Время и энергия, которые мы уделяем каждому из этих пунктов. Время и энергия. Я их распределяю определенным образом. Я понимаю, где у меня пробел, где у меня следует сделать волевое усилие, посвятить чуть больше, где меньше. И все это поддается подсчетам, все это поддается систематизацией, корректировке. Понятное дело, что жизнь носит свои коррективы. Иногда возникает что-то, чего невозможно было запланировать в течение года. Но я понимаю, как оно повлияло. И так далее, и так далее. Вот шесть сфер. Очень просто. И книга дает вам возможность вести такой бухучет в вашей жизни. Вести баланс. Где у вас там прибыло, где убыло. И так далее, и так далее. И работа, кстати, очень веселая. Вот считать свою жизнь в измеримых показателях, это очень веселая, увлекательная игра. Я, может быть, сделаю как-нибудь приложение, или даже настольную. Это неплохая тема. Да? Подумать. А где вы сами записываете все эти цели? У вас есть майнмэп или просто заметки? У меня есть ноутбук. Этот ноутбук синхронизирован с телефоном, планшетом. И я пользуюсь обычными записывалками. У меня нет специального какого-то приложения. Многое граница вот в этом облаке. Мне его не нужно там с ним сверяться. У меня не бывает, я бы сказал, у меня не бывает 50 целей на год. Я не в том возрасте. У меня очень многие вещи, они уже откатанные. И так далее. Я цели, ну, может быть, с десяток ставлю. Неких 50-100 целей, это немыслимо. Зачем? Куда? То есть мне не нужно такого количества изменений. Не так много сфер, где у меня какие-то радикальные будут изменения. А есть ли какие-то вызовы, которые вы сами для себя создали? Челлендж 2018? Весь челлендж, в котором нет никакого, скажем, смысла. Единственный его смысл в челлендже, то есть челлендж сам в себе. Не открою никакой тайны, что жизнь должна быть интересной. Жизнь интересная, это жизнь нескучная. Проклятие успеха в том, что когда успех достигается, жизнь становится неинтересной. Это парадокс. Большинство людей скажут, когда я добьюсь успеха, вот это будет жизнь, вот это будет кайф. Ничего похожего. Как только вы можете позволить себе все, о чем вы мечтали, так сразу отсутствие мечтаний убивает драйв, кураж. Кстати, в одном из выпусков мы как раз говорили об этом, и один из предпринимателей задавал им вот именно такой вопрос. Что делать, если все есть? Это парадокс успешности. Парадокс успешности и главный обман успешности. И вот тут возникает вопрос, успех, что дальше? Что делать, когда достигнуты рубежи? Ты мечтал, ты стремился, ты вкладывал в себе. Все, вышел на эту вершину, наслаждайся жизнью. Ничего похожего. Нас в жизни увлекает не достижение вчерашнее, а завтрашнее. Трагедия старости в том, что ты понимаешь, более высоких вершин тебе уже не взять. Все твои подвиги в прошлом. Это трагедия старости, что впереди ничего, впереди только спуск с горы в долину. Я надеюсь, что старость это еще не слишком близкое для меня состояние. И я себе сам подкинул такой челлендж, который заставит меня, конечно, потрудиться очень существенно. И я тружусь над этим всю жизнь. Я это часто декларировал. Я специально рассказал об этом на каждом углу, чтобы не было соблазна включить заднюю. В этом году у меня запланировано два выступления на английском языке уже на очень ответственных форумах. Один пройдет во Франции, другой пройдет в Сингапуре. Выступление на аудиторию сотни в одном случае, в другом случае тысячи участников. Одно выступление будет довольно короткое в формате TED на 15-20 минут, но содержательное. Другое выступление на целый час на английском языке. Мне нужно будет говорить с аудиторией. Я каждый день работаю, ежедневно, не менее часа я уделяю этому проекту. Я по-русски говорю с полпинка, в любой момент запусти, я могу импровизировать, писать. По-английски мне пока сложно, даже простые мысли, я делаю ошибки, затруднения, забываю слова еще какие-то. Еще большой путь для того, чтобы английский вывести на этот тур. А на том, чтобы выступать публично, учитывая стрессогенный фактор, микрофоны, софиты, люди и так далее, все это нужно учесть. Это серьезный челлендж, серьезный вызов. Здесь нет никакого в ближайшей перспективе экономического эффекта и преимущества, потому что скорее наоборот. Я скорее потеряю, потому что то время, которое я этому уделяю, я мог бы потратить его на зарабатывание денег на том языке, который мне доступен. Может быть в долгосрочной перспективе, да, скажется, но на сегодня, и сегодня, и даже завтра, нет. Но тем не менее этот челлендж меня подогревает, он заставляет мою нервную систему быть в состоянии некоторого возбуждения. Знаете, как говорят, жить нужно ровно посерединке между страшно и скучно. Вот мне сейчас скорее страшно, чем скучно. Я понимаю, что дни идут, близится май, близится март, близится, во-первых, март, потом близится май, и мне нужно быть готовым к этому. Вот такой ответ на вопрос о челлендже. То есть, в целом, получается, если вы ставите перед собой какую-то подобную цель, например, впервые выступить на публике в жизни в этом году, делать 100 отжиманий в день каждый в течение всего года, например, нужно ли это декларировать публично? Начало года у меня было ознаменовано тем, что я месяц, ну это на вызов Игоря Манна, отвечая 100 отжиманий в день, совершал 5 подходов за одну сессию, как бы за один раз. Мы тоже поддержали, у нас есть свой чатик с друзьями в Телеграмме. Казалось не так сложно, хотя бывают дни, почему-то вот не идет тяжело, а в какой-то день очень легко, непонятно в чем система. Я увидел, что это очень хорошая штука, но это для меня не было удивительным, потому что закончил я год, я взял, я сделал вызов сам себе до конца года поставить в планке 10 минут. 10 минут? Да, 10 минут. Я это сделал в середине, что ли, декабря, я уже вышел на этот рубеж. На локтях? На локтях, да, на локтях, но в планке есть разные подходы, есть разные варианты, можно менять положение, перераспределяю нагрузку на разные мышцы, но главное, чтобы точек у вас не было, вы можете стать на трех точках, две ноги и рука, потом другая рука, это немножко перераспределяет, но нагрузка все равно чудовищная. Вот так просто просто стоять на локтях, наверное, возможно, но очень сложно, ну прям очень сложно, и вряд ли, ну как бы и вряд ли хорошо, да и зачем, ну то есть это все равно зачет, это все равно считается, что вы стояли там, допустим, убрав одну руку, да, перераспределив нагрузку, и поднимаю одну ногу, два локтя, одна нога, и есть у меня вообще фишка, заканчивая тем, что я стою на одной ноге и одной руке, сначала на ноге, а на другой, а две точки, нога и рука, то есть еще и баланс нужно держать. Ну и так, тоже становится легко, тренировка, там не знаю, воля, характер, драйв, кураж, я вышел на этот рубеж, вода течет, прястала, лужа остается, на ковре осталась лужа гостиничного номера, где я это делал. Вышел на этот рубеж, сейчас переключился на отжимание приседания, а потом буду сочетать комбинацию, делать как ежедневное некое такое простое упражнение. Был по весу, была задача по весу, тоже челлендж определенный, я на него вышел, сфотал весы, сделано. Ну, есть, вот такие вот вещи, они связаны со здоровьем, но еще это, конечно, воспитание воли характера. Я вышел на определенный рубеж, я стал весить столько, сколько не весил за последние 10 лет ни разу. То есть, и такого показателя на весах за 10 лет не было ни разу. А это близко к моему идеальному весу. Мне кажется, очень неплохо. Я оказался, что это просто на самом деле. Единственное, что нужно сделать систематически, не рывками, а вот... Каждый день. Каждый день. Каждый день. Мы мотивируем. Без послаблений. Петля обратной связи. Если вы на 1-2 дня себе дали послабление, то очень трудно вернуться обратно в колею. Это простой совет. Ни праздники, ни что не должно вас сбивать. Вы должны каждый день следовать тому, что вы для себя определили. Идея можно создать с друзьями чатик. Тот, кто не скидывает видео с отжиманиями каждый вечер до 12, того из этого чата удаляет. У меня есть. Как вариант? Друзья, я сделал простую вещь. Я друзьям объявил, что к такой-то дате я буду весить столько-то. Я перевыполнил план на месяц. Я на месяц раньше вышел на этот вес. Причем нельзя сказать, что я заботился о фигуре, чтобы там талия, то-се, 5-10. Ну просто челлендж. Я посмотрел на моих друзей и на себя самого и понял, что как-то выпали мы из формы. Ребята, да что же мы распустились? Давайте. Вот я от вас ничего не требую, а я беру на себя вот такое обязательство. Вот в такой вес войти к такой-то дате. Взял и сделал. Ну вот здорово. Обычные мужские забавы. И я выкладывал просто в наш ватсапе чат, что вот такой вес, такой вес. И потом я еще не объявил, что это сделал. Я щажу их самолюбие. Ну вот уже фоточка есть, я ее им скину. Что это задача сделала. То же самое про 100 отжиманий или про 10 минут планка. Я просто информировал ребят там 7 минут, 8 минут. Потом я с 8 сразу на 10 перепрыгнул. С 8 с половиной сразу на 10. 10 минут. Отчитался. Никто от меня ничего не требовал. Я ничего не получаю от этого. Ничего не теряю. Я не сказал, что если я этого не сделаю, то я, значит, разойбую свой айфон или что-то еще. Ничего такого там или денег дам. Я ничем себя не премировал. Это достаточная премия. Сама по себе. Это самоуважение, признание. Это само по себе премия. Я ничем себя не награждал, ничем себя не страховал. Мы приключились на тему здоровья ненадолго. Идеальный вес вы сказали. Что в вашем понимании идеальный вес? Это ваш рост минус 110? Или вы рассчитывали по специальности? Это очень простая формула. Она не учитывает ширину, ширину, костей, метаболические всякие особенности возраста и так далее. Вы же понимаете, что у меня же рост не меняется с 15-16 лет. Это как вырос, так и был. Но в 16 лет я весил 62 килограмма, а потом я весил 110 килограммов при одном и том же росте. Но 62 килограмма, что был дистрофик, что ли? Должно быть 100, что ли? В 100 килограммах мне тоже как-то многовато. Мне рассчитывал специалист, врач с учетом большого количества параметров. За десятку параметров точно соотносилось, сопоставлялось. И все это на возраст и так далее. И аорты, и метаболический статус, и соотношение какой-то жировой, мышечной массы, чего-то еще, и их эндокринологические показатели, возрастные и так далее. Все это сводилось в какую-то очень сложную форму, и она мне с точки до 100 граммов назвала мой идеальный вес. Но это было 10 лет назад. Время изменилось, и сейчас я запросил новую... Ну, мне кажется, очень много времени уделяем таким интимным и индивидуальным вещам. Однако, не знаю, может быть, кому-то будет интересно. Вы можете обратиться к врачам, вам рассчитают ваш идеальный вес. И почему бы частью ваших планов не сделать поддержание идеального веса? У меня есть мой коллега и товарищ. Его книга будет книгой сегодняшнего выпуска. Он за два года 60 килограммов веса потерял. Слово «потерял» — это всегда такое негативное. Он снизил свой вес на 60 килограммов. 60, думайте. Он абсолютно счастлив, чувствуется легко, как никогда, бодр, весел, здоров. Молодец. Так, есть следующий вопрос от Антона Шибаева. Вопрос вот о чем. Причем вопрос гораздо более практичный и узкий. Ранислав, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где возможно найти контакт с покупателем на коммерческую недвижимость стоимостью, например, 600 миллионов рублей? Где найти таких людей, которые бы ее купили? Например, да, вы пришли работать в компанию, вы продаете коммерческую недвижимость, у вас есть объект. Это 10 миллионов долларов. Чуть больше 11 миллионов долларов. Не принципиально. И что? Где найти покупателя? Ну да, например, если есть такая задача, мы говорили много о том, как правильно пользоваться связями или как их нарабатывается и так далее. Мне всегда казалось, что такие объекты, их люди ищут сами. Человек, который собирается купить жилье такого уровня, он сам его ищет, он обращается в агентство, заходит на сайт ЦАН. Либо он поручает своему агенту найти ему подходящий дом. Если человек рассматривает это как объект инвестирования, то в таких объемах инвестиций он редко делает прямые инвестиции. Он, как правило, делает через своего... Если у человека объемы инвестиций считаются десятками миллионов, то на него работают специальные люди. Один или целая команда, которая подбирает для него объекты инвестирования, формирует ему портфель инвестиционный. И это специалисты, эксперты, которые занимаются. То есть, клиент платит эти деньги, но решения готовят специалисты. Где они ищут эти объекты инвестирования? Очевидно, тоже на сайтах агентств. И редко они выходят напрямую на продавца. Этот рынок... Стоимость таких объектов редко предполагает прямой контакт продавца с покупателем. Это очень стрёмно. Стрёмная сделка, когда вы контактируете. Когда никто, никакие эксперты между вами не стоят. Никто, кто сказал бы, это столько не стоит. Или никто, кто не сказал бы, так мало, вы что с ума сошли. Ну-ка, приведите свою стоимость, почему так дешево. Это даже подозрительно. Должны быть эксперты между вами. Эксперты по инвестициям, эксперты по недвижимости. Агенты, агентство, оценщики, нотариусы, адвокаты. Ну и так далее, и так далее. Поэтому подобные объекты не предлагаются непосредственно покупателям. Они предлагаются тем, кто регулирует этот рынок. Ну прямо или косвенно. Регуляторам рынка. Они предлагаются агентством. Они предлагаются каким-то ресурсом, который генерирует у себя подобные объекты. Для проживания или для инвестирования. Искать человека, который купит, это было бы странно. Он не станет покупать у продавца. Просто им эта сделка покажется подозрительной. А ваша активность еще больше и укрепит его в этом мнении. Хорошо. Следующий вопрос от Натальи Делиновой из Ярославля. Радислав, здравствуйте. Прочитала у вас про 9 полезных привычек. Имя не запомнил? Наталья. Наталья, да. Да, про 9 полезных привычек она прочитала. И там есть такая фраза. Неправильно, когда человек зарабатывает много, а старается ввести образ жизни на 2-3 уровня ниже, беднее. Да. Хочу услышать более развернутое ваше мнение, почему это неправильно. Несколько аспектов этого вопроса. Естественно, я говорю со своей колокольни и излагаю свою систему заблуждений на эту тему. Мне кажется, что зарабатывая, мы должны вознаграждать себя. И если мы этого не делаем, если мы зарабатывая прилагаем усилия и жертвуем в известной степени, а потом, когда приходит пора тратить, мы начинаем на себе экономить. То есть мы не вознаграждаем себя, не восполняем затраченную энергию. Мы не даем себе возможности порадоваться хорошим, качественным вещам, комфорту, удобству. Летим в эконом-классе какими-нибудь дискаунтерами, кривым рейсом с пересадками, просто чтобы сэкономить на билете. И устаем в этом полете, изматываем нервную систему, при том, что мы, вкалывая и зарабатывая достаточно денег, уже достаточно ее измотали. Это неправильно по отношению к себе самому. Представьте, что вы были бы разделены на двух людей. Что бы вы сказали о человеке, который от одного взял много, а потом, когда нужно было бы ему купить билет на самолет, он купил бы ему билет на такой вот, на кривой рейс, в дискаунтере и так далее. Когда у нас в офисе работает человек, и он вкалывает целыми днями, не щадя себя, а мы офис ему снимаем на окраине, тесный, холодный, бедненький офис, и обеспечиваем ему питание в офисе из лоточков какими-то холодными булками с колбасой, то это странно. Но почему мы можем так обращаться с собой? Если вы так не обращаетесь со своими друзьями, своими женами, мужьями, со своими работниками, почему вы с собой должны так обращаться? Если вы из себя берете вот такие деньги, почему вы тратите на себя вот такие? Это странно и нелогично. Более того, подобные поступки, они могут сбить мотивацию зарабатывать больше. Третье. Любая трата – это вклад в ВВП. Когда мы покупаем, мы крутим ВВП. Вот я вчера прилетел из Молдовы, Молдавии. Одна из беднейших стран Европы, хотя стремящаяся, несомненно, к развитию, к демократизации, к росту экономики. И они стараются зарабатывать всеми способами. Они производят вино, в частности. Там виноградники. В Молдове, я был и спрашивал, сколько городов? Мне говорят, меньше десяти. В стране меньше десяти городов. Все остальное – это деревни, села, земля. А сегодня земля не дает большой прибыли. Как раньше, когда отдавал, это было преимущество. Аграрная страна. Конкуренция жесточайшая. Они производят вино. И я вывез оттуда несколько литров вина. Мне жена говорит, зачем? Вино проблема, что ли, в Москве. Пойди в воздуху вкуса, докупи любого вина. Франция, Португалия, Аргентина. Что-то из Молдавии вино везешь. Я хочу сделать вклад в экономику страны. Немножко крутануть ВВП. Я выбрал не самое дешевое вино. Там Мальбек у них есть интересный. Он, конечно, проигрывает в качестве аргентинскому Мальбеку. Но я купил его. Я купил у них какую-то еду. Мне сделали, ее упаковали. Я ее привез. Особенности национальной кухни. Привез в Москву. И мне казалось, что я плачу, я помогаю. Я там заработал. Там провел тренинг. Заработал прилично денег. Какую-то часть денег я оставил. Я пошел в национальный ресторан. Поужинал, щедро заплатив. Я крутанул чуть-чуть, но пальчиком крутанул немножко ВВП страны. Я из него вынул, я в него вложил. Хотя, что значит вынул? Люди, которые платили мне за тренинг. Они сами заработали на нем. Они сами заработали. Они за него заплатили. С этих билетов ушли какие-то налоги. То есть, оно все крутится. Нельзя тормозить. Ты участвуешь в общем процессе. Нельзя. Третье. Четвертое. Четвертое. Вы зарабатываете денег на Мерседес. Вы, например, вас знают. То есть, Мерседес, вас, Мерседес, БМВ, Ауди знают о вас. Она знает статистику. Она знает, сколько процентов населения мужчин в возрасте 40-45 лет, сколько зарабатывает и так далее, и так далее. По косвенным признакам, по прямым анкетированию, какой процент населения. И они выпускают машин и предлагают их на рынке, исходя из числа потенциальных покупателей. И вот один из вас, потенциальных покупателей, берет и покупает себе Kia Optima. По цене в 6 раз меньше. По мне хватает. Мне хватит. А Kia Optima выпускала свою машину в расчетную совершенно другую аудиторию. С доходом в несколько раз меньше, чем у вас. С такими опциями, с таким рекламным месседжем, чтобы попасть в эту аудиторию. А вы, аудитория Мерседеса, Ауди и БМВ, вы купили Kia. И на этом рынке сделали такой ловкач. Не дал заработать Мерседес. Твоя машина ушла под пресс. То есть, в экономике начинаются какие-то смещения. Что происходит? Люди потребляют не в том секторе, в котором зарабатывают. Это какая-то кармическое преступление какое-то. Вы начинаете внедряться и сбивать систему. Начинаете сбоить. Нельзя так. Вы мне скажете, окей, вот основатель Икея всю жизнь ездил на 18-летней машине. На старой машине. Жил в шкафу. Носил туфли со второго курса университета одни и те же. Ну, ребята, давайте не путать причуды со стратегией. Это причуда. Это причуда богатого человека. Возможно, невроз. Мы не знаем. Не надо принимать достоинства за недостатки. Не надо принимать болезнь за здоровье. Это может быть невроз. А об усопших и успешных, да, или хорошо, или никак. Но, тем не менее, возможно, это была его проблема всю жизнь. Он не мог выбрасывать старые вещи, пока они не сгниют. Он не мог, пока машины не... Он не мог. Есть такие люди. Есть люди состоятельные, которые могут покупать новые вещи, но они не могут купить новые ботинки, пока старые не протрутся до дыр на подошвах. Это проблема воспитания. Он жил в бедной семье. Ему родители импринтировали в мозг идею, что нельзя оставлять еду на тарелке и нельзя одежду не доедать и так далее. Возможно, это была его проблема всю жизнь. Почему мы должны на него ориентироваться и говорить, вот, прекрасно, видите, скромность не надо путать с причудами. Вот же в чем дело. Успешный человек может быть скромен в быту, носить скромную одежду, но затраты его колоссальны. У него могут быть огромные благотворительные проекты. Тут же вот еще какая вещь. Человек может носить кроссовки Adidas и джинсы Levi's, а при этом он может спонсировать целый исследовательский центр онкологический какой-нибудь, который проедает десятки миллионов долларов, а при этом на нем одежда на 500 баксов всего лишь. Тут это важный вопрос. Он совокупно расходует адекватно своим заработком. Сейчас, понятное дело, кто-то скажет, а вот чиновники коррупционеры, яхты себе строят где-нибудь в Дубае дворцы, в Майами. Это вообще другая история. Это не трудовые доходы. Я говорю сейчас о доходах, извлеченных законным способом. Я не консюмерист, я не тот человек, который говорит, что мы там живем ради потребления, потребление цель, смысл жизни, ни в коем случае. Но есть определенные мы, мы часть системы. И если мы начинаем выбиваться из этой системы, сбоить, то у нас начинает что-то пробуксовывать. Мне кажется, правильно потреблять в том же секторе, в котором вы зарабатываете. В том же секторе и в тех же примерно объемах. Тогда не происходит нарушение, сохраняется некий баланс. Не исключено, что пройдут годы, я изменю точку зрения. Возможно, но на сегодня, я так считаю, мне это в жизни помогает приобретение. Хотя, мое счастье от объема приобретения не зависит. Я это много раз проверял. Счастливые периоды моей жизни были и периодами, в том числе, очень сдержанного потребления. У меня были годы, когда частью плана было снизить потребление практически до нуля. С тем, чтобы все, что я зарабатываю, направлять на развитие. Это была инвестиция в будущее, инвестиция в развитие. И я жил по-студенчески в проголоде, хотя был уже довольно взрослым человеком. Я готовил себе дома, я не ел в ресторанах, кафе, для того, чтобы с ними... Вы не поверите, даже вот до такого уровня экономия доходила, хотя зарабатывал я прилично. Но это было частью плана. Это не было причудой. Это не было опасением за мое будущее. Это было частью финансового плана. Но и тут я в скобках завечу, что семьи у меня тогда не было, и поэтому задачу упрощала. Да, ну раз мы на Новый год ничего никому не подарили из наших слушателей, давайте сделаем подарок немного позже какой-нибудь. Мы часто делали промокоды, давайте сделаем еще какой-нибудь один промокод на какой-нибудь один или несколько ваших тренингов. Нет, во-первых, я скажу, что у нас сейчас идет совершенно бешеная распродажа моих видеокурсов. Мы сделали для этого сайт sailradislavgandapas.com. Там уже добавлять нечего, никаких скидок. Это паранормальная цена, ниже уже не будет. Мы сделали рождественскую, потом был Новый год, потом была всякая суета, было не до этого. И так получилось, что эта распродажа рождественская, она аж затянулась до февраля. И хотели мы ее было закрыть уже, ну как рождественская, но тут 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Ну пусть уже эта череда праздников, мы ее еще протянем некоторое время. И тем более, ну я вижу, что очень многие люди, для которых было немножко дороговато, за видеокурс немножко дороговато. И вот на этой скидке они стали его покупать активно. Это вот эта аудитория, для которой было нужно, но дороговато, и она получила доступ к этому видео. Поэтому мы дадим ссылку в описании? Да, спасибо. На этот сайт, ну чтобы на слух, знаете. Да. Хорошо, эта распродажа идет, я надеюсь, что вы посмотрите подкаст тогда, когда она еще будет актуальна. Заходите, кликайте, забирайте, что есть. То есть, второе, что еще мы можем, ну как бы, подарить, подарить, прям целиком подарить не можем, но часть можем подарить. Мы можем подарить пятую часть, 20%, довольно такой существенный кусок. Тоже, если для вас, ну цена на мои тренинги была высоковата, и это было барьером, то сейчас, введя промокод подкаст. Наш стандартный промокод. То есть, смотрите, как пишется правильно, подкаст. Можно получить 20% дисконт на что? Например, на московские тренинги 23-24 мая, 23-го будет «Харизма лидера», большая программа с большим количеством аудитории. «Харизма лидера» название говорит само за себя, влияние, власть, харизма. 24-го мая группа будет очень небольшая. Для меня вообще странно, что команда моя отдает дисконт на нее, потому что эта группа всегда набирается до отказа. Это всегда бестселлер, программа «Крест лидера» для собственников и руководителей. Руководителей, преимущественно бизнеса, хотя руководителей любых других структур мы тоже приглашаем. Высвобождение времени и энергии, повышение эффективности управления за счет очень интересных техник, которыми я с удовольствием поделюсь. Обе программы однодневные. «Харизма лидера» для большой аудитории, «Крест лидера» для небольшой аудитории. Вне зависимости от категории билета, которую вы приобретаете, 20% дисконт ваш. Но подарить-то дарить по полной программе, поскольку команда, которая занимается организацией моих тренингов, я имею в виду агентство интеллектуальных событий, проводит программы и других спикеров, мировых, звезд, приглашая их в Москву, то от агентства интеллектуальных событий вам по промокоду «Подкаст дисконт» тоже 20% на программу Джона Шоула. Джон Шоула 28 мая проводит программу «Сервисные стратегии. Как заработать на первоклассном сервисе». Джон Шоула – это гуру сервиса. У него программа фантастическая совершенно. То есть тренинг начинается, когда вы только входите в помещение. Еще не сам зал, где будет тренинг, а просто входите в то помещение, в гостиницу или в деловой центр, где будет. Он начинается, но я не буду вам сдавать все секреты, вас ждут сюрпризы. Это очень интересная, очень мотивирующая программа, но и кроме того, дающая очень необычные и передовые технологии, с помощью которых вы можете замотивировать свой персонал на принципиально новое качество обслуживания. Не только замотивировать, но и обучить его, внедрив новые стандарты обслуживания. Это конкурентное преимущество, которое почти не требует затрат, но обеспечивает вам очень серьезные бенефиты. На старте, а на рынках, где конкуренция очень высокая, преимущество по сервису автоматически у вас выделяется. И, кстати, должен сказать, что вообще в целом в стране, конечно, у нас сервис не на самом высоком уровне. Но давайте будем откровенны. Это во-первых. А во-вторых, у нас качество сервиса очень часто зависит не от компании, а от человека самого, который в компании работает. Человек в хорошее настроение, хороший вам сервис. Чего-то испортилось, ухудшается. А бизнесу долгосрочная успешность все-таки дает стандартизация работы. И сервис здесь не исключение. Джон Шоу, я прямо его фанат, очень рекомендую на него попасть. Ну, тем более, дисконт. Это же должно быть точно решение принято. Тоже зададим ссылочку в описании. Да, все ссылки на сейлы в описании. Промо-код тоже в описании, если вы не запомнили подкаст. Хочется, чтобы наш подкаст было смотреть не только полезно, но еще приятно и выгодно. Да. Теперь от выгодной к полезной части. Давайте книгу выпуска. Что сегодня за книг? Книга сегодняшнего выпуска. Это книга Дмитрия Норки. Вот это он на 60 килограммов. А, о нем говорили. Да, я не знаю, правда, интимная эта информация. Это уже что сказано, посказано. А сколько он сейчас весят? Судя по фотографии, килограмм больше. Мы договорились с ним встретиться сегодня и пообедать. Я, правда, не знаю, как обедать. Уже время ужина. Он сыроедение. Насколько я знаю, сыроедение. То есть, это был основной методикой. Это его выбор. Но паранормальный снегопад в Москве. И не удалось, мы передавались на другой день. Но книга его у меня, как только она вышла, он ее передал с автографом, естественно. Экспертные продажи. Так вот, эту книгу я еще не читал. Знаете, почему? То есть, он сделал книгу не о том, как он похудел на 60 килограмм? Да нет, конечно. Конечно, нет. Это к слову. Значит, когда я появился на рынке бизнес-тренингов, Дмитрий Норка там уже был. И в теме продаж он уже был авторитетом в то время. В течение всего времени его авторитетность не снижается. Казалось бы, на тему продаж, что можно нового, принципиально нового написать? Он написал экспертные продажи, а компания вот наша и вообще рынок тренингов – это экспертные продажи. Человек, который занимается продажей этих продуктов, должен разбираться в нем досконально. А это очень сложно, потому что, чтобы разбираться в тренингах, нужно глубоко знать этот продукт. И авторы, и так далее, и так далее. К книге идет видеокурс. Бонусом. Почему я эту книгу просмотрел только по диагнозу и прочитав только куски? Потому что в моем офисе эту книгу люди не выпускают из рук. Она ходит по рукам, ее читают, уносят с собой, возвращают обратно. Дмитрий Норка еще обещал пару эссимпляров подвести ее. Экспертные продажи. Если в вашем бизнесе сложные продукты, продукты, в которых двумя-тремя фразами не объяснишь, что это такое, и не убедишь покупателя, а нужно разбираться, эта книга для вас. Это нечто важное и новое в деле продаж. И я надеюсь, что мне эту книгу удастся вырвать не только на период записи подкаста, но и на более продолжительный срок. Я с удовольствием с ней ознакомлюсь, хотя я уже очень давно ничего не продаю, не общаюсь с клиентом, никому ничего не предлагаю. Слава богу, я от этого избавлен на всю жизнь. Но порой, читая автора глубоко знающего предмет, можно накопать кое-что и перенести эти знания, идеи, мысли в ту область, в которой работаешь. Так что может быть и такой опосредованный положительный эффект. На этом все. Да ну. Да, на этом мы заканчиваем, конечно. Получился довольно разнообразным, длинным. Я надеюсь, всем будет приятно послушать и увидеть его. Подписывайтесь на наши каналы везде, на наши группы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, задавайте новые вопросы, потому что мы на данный момент почти весь ресурс тех вопросов, которые были, исчерпали. Но мы же придумали еще один способ. Дело в том, что я получаю много вопросов прямо в почту, на сайт. И я отвечаю на эти вопросы, непосредственно задавшим этот вопрос. Но довольно часто, когда я пишу ответы, я думаю, как жаль, что многие люди, для которых этот вопрос был бы актуальным, не прочитают этого ответа. И мы приняли решение, мне кажется, оно вполне разумное. Когда я буду отвечать на подобные вопросы, я просто буду ставить вас в копию. И можно будет эти вопросы добавлять к тем, которые задаются. Или сделать еще лучше. Я могу перенаправлять этот вопрос. И, например, буду писать. Хотите услышать ответ на свой вопрос, слушайте подкаст «Прямая Денья» с Радиславом Лендопасом. Таким образом, количество вопросов увеличится. И, возможно, среди них появится принципиально новое, которое мы еще не затрагивали. Да, обязательно. Спасибо. До следующего выпуска. Пока. До встречи.